Приветствую вас. Вопрос про то, что парень, девочки, которая задаёт, собственно, вопрос, которая написала, собственно говоря, свой вопрос, записал ей видео, как он сказал только для неё. Но, когда они расстались, получилась несколько неприятная ситуация, связанная с тем, что он подарил это же видео другой. И девушка пишет о том, что ей обидно. Ей обидно, и спрашивает она, как быть и понять, можно ли мы об этом сказать. Вопрос, конечно, интересный в плане того, что сказать, конечно, можно. Сказать можно вообще, в принципе, все что угодно. Вопрос в том, чего вы ждёте, чего вы ждёте от того, что вы скажете, то есть чего вы ожидаете. Если вы ожидаете того, что парень признается во всём и скажет, да, я лицемер, обманщик и вообще плохой человек, то нет. Это явно не та история, на которую можно рассчитывать. Будет объяснение, будет агрессия, будет в общем и целом всё что угодно, кроме только того, что парень признается в чём-то. И вообще-то говоря, это нормально. То есть абсолютно нормально, что человек будет как-то вот стоять на своём, пытаться стоять, по крайней мере, на своём. Поэтому с обидой, как мне кажется, если у вас есть обиды, лучше всё-таки работать самой. Лучше всё-таки работать с обидой самостоятельно. Поработать и посмотреть над своими ожиданиями, то есть чего я ожидал, парни. Не были ли мои ожидания, вообще говоря, завышенными? Не были ли мои ожидания лишёнными какой-то, ну, скажем так, адекватности? Того ли я, вообще говоря, ждала от человека? И как я воспринял тот факт, что это всё произошло? Именно как я воспринял этот факт? То есть мне обидно это почему? Что составляет суть моей обиды? Вот что важно, как мне, по крайней мере, кажется. То есть больше, больше внимания уделить в этом аспекте непосредственно себе. Больше внимания уделить в этом аспекте непосредственно своим чувствам. И когда в этом всём вы разберётесь, сами разберётесь, когда? Вот тогда уже можно будет и говорить о том, что ему сказать. И нужно ли ему что-то говорить, и стоит ли ему что-то говорить, и так далее. Сейчас пока что это просто обида, ну вот. Сейчас просто это попытка компенсировать то, что вас обидели. И в принципе я могу понять, и опять могу понять, что вы хотите, ну вот, какой-то компенсации. Но правда в том, что компенсации и решение какой-то проблемы вы не получите. Не получится. Потому что если бы это было так, то, ну вряд ли люди бы обращались вот к психологам, да, и вряд ли бы люди в таком случае вообще занимались бы психотерапией и так далее. То есть, конечно, это всё неприятно. Это правда. Конечно, это всё больно, это тоже правда. Но из этого нужно извлекать что-то для себя. Из этого нужно вырастать. То есть, ну, буквально вырастать. Из-за ситуации. Как бы, выбора нет. И дальше идти. Пожить. Вот. Потому что, я не знаю, понимаете вы или нет, но по большому счёту, то, что вы сейчас делаете, это вот то же самое, что было и до этого, то есть до того, как вы расстались. То есть некая привязка, некая зависимость от человека. Вот. Сейчас ничего не изменилось в этом смысле. Просто у этого сменилось, что называется, форма. Форма другая. Форма другая. А сытом ты остался. Вот. И, соответственно, то, что нужно делать вам, на мой такой скромный взгляд, это работать с собой и выстраивать отношения. Ну, наверное, такие более подходящие для вас. Вот. В которых вам будет хорошо, в которых вам будет комфортно. приятно находиться и быть готовым к тому, что, ну, действительно вас могут бросить и не верить прям так уж слепо, по крайней мере, до приобретения. Отношениями каких-то серьезных форм, не верить так уж слепо тому, что говорят люди. Вот. Не принимать на веру то, что они говорят. Не подозревать в обмане людей, а просто не принимать на веру. Это вот немножко разные вещи. Тут есть свои, скажем так, дефиниции, да, есть вот некоторые дефиниции. Вот. Но надеюсь, что я смог это в какой-то степени раскрыть. Вот. Сейчас. у вас, конечно, травма, это совершенно точно, это совершенно очевидно, что у вас травма. То есть, ну, травма именно от того, да, как бы, что эта ситуация произошла. Любая, 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 любое расставание, ну, травмирует. Это нормально и тут нет ничего, ну, ничего такого. Вот прямо сверх аномального. Вот. Аномальное, пожалуй, здесь только то, что вы пытаетесь с этим бороться. И пока вы с этим боретесь, да, пока вы пытаетесь как-то это все компенсировать, компенсировать. Ну, действительно, вам будет сложно, вы не сможете просто двигаться дальше. Вот. Этого бы для вас не хотелось, потому что все-таки я думаю, что любой человек, он, ну, достоин того, чтобы, как бы, быть счастливым. А вас это счастливый не делает. Вообще иначе видно, опять же. Вас это не делает счастливым. Счастливый не сделает. Вот. Не сделает вас это счастливый, ну, никак. Так. Вот. Ну, по крайней мере, по крайней мере, не сделает вас это, ну, более счастливым. Невозможно. Вот. Соответственно, такой ответ я мог бы вам сейчас предложить с точки зрения психологии и с точки зрения психологии. Психотерапии. Вот. Я вам желаю удачи. Я желаю вам всего доброго. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, это позволит вам начать психотерапию, если вы, конечно же, этого хотите сами. Вот. И, соответственно, ну, позволит нам оказать вам помощь. Вот. Гораздо более серьезно, чем ту, о которой вы предлагаете, о которой вы говорите. Что касается того, как понять, то прислушитесь к себе. У вас есть и ответ. Субтитры подогналом. Удー. Вдー. Удー. Продолжение следует...